Информационную картину дня дополнят новости спорта. В студии Ильян Года. Здравствуйте. И начну свистеть из Польши, где завершился розыгрыш наград первого этапа Кубка Мира по велоспорту на треке. Выступали там и наши земляки Дмитрий Соколов и Сергей Шилов. В командной гонке преследования они в составе сборной России выиграли бронзовые медали. Мы поздравляем спортсменов и желаем им успеха на следующем этапе в Манчестере. Есть чем поздравить и живчанку Алину Загитову. На этапе гран-при по фигурному катанию КПО в ЧИНО 2017 уроженка Ижевска по итогам короткой и произвольной программ одержала победу, набрав 213,88 балла. Еще одна наша землячка Елизавета Туктамышева была на этом старте седьмой. А сейчас главная новость дня. В Ижевск с рабочим визитом приехал в прошлом легендарный баскетболист, а ныне руководитель Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко. Он провел для детей мастер-класс и с удовольствием ответил на их вопросы. Андрей Кириленко вновь в Ижевске. Два года назад он уже приезжал к нам. Только тогда он еще не был главой российской баскетбольной индустрии. Сегодня в роли президента РФБ он ничуть не изменился. С юмором, с шутками он показывал мастер-класс для мальчишек и девчонок. Лучших из лучших в нашей республике. Помогали ему сегодня такие же именитые спортсмены. Никита Маргунов и Владимир Дючок. Столько баскетбольных звезд в Ижевске еще не было. Не было, но мы же растем. Наше движение продолжает развиваться. Поэтому я думаю, что это нормальная практика. Я благодарен Андрею и всем ребятам, которые приехали к нам. Потому что это реальная поддержка баскетбола в республике. И именно надеемся на дальнейшее развитие, что у нас все будет хорошо. После баскетбола Андрея Кириленко ребята буквально закидали вопросами. Отвечал на все. Запретных тем для него нет, сказал сам высокий гость. Общение получилось живое, яркое и очень эмоциональное. А вы как седе есть на фотографии? Я седе есть на фотографии. Сам Андрей Кириленко очень рад вновь побывать на своей малой родине. И хоть он только родился в Удмуртии, а рос и вырос в Санкт-Петербурге, тем не менее Ижевск ему не чужой. Возможно, именно поэтому глава Удмуртии Александр Бричалов, когда его только назначили и у главы первый пост в соцсети, выложил с фотографии Кириленко и подписал. Вместе будем развивать регион. Я знаком с Александром Бричаловым достаточно долгое время. И очень здорово, что сейчас на моей республике стоит молодой специалист, который энтузиаст и хочет. Это очень важно. Я говорю, что я даже по себе знаю. Я также молодой парень, который только пришел во главу федерации. У меня действительно много желания. Я уверен, что у него очень много энергии для того, чтобы работать, работать, работать. Президент Российской Федерации баскетбола пробудет в Ижевске еще один день. На завтра у него запланированы встречи на высшем уровне с главой Удмуртии города. К другим темам. В Ижевске совершился второй тур чемпионата страны по волейболу среди мужских команд высшей лиги Б. Команда Ижгуту Динамо принимала кировский клуб «Динамо-Вят-ГУ». Ижевчане первую встречу выиграли 3-1, вторую уступили соперникам 1-3. По итогам этого тура удмуртские спортсмены продолжают возглавлять турнирную таблицу. Следующие игры Ижгуту Динамо проведет также в Ижевске 25 и 26 ноября. Соперник Юки Ор из Ханты-Мансийска. Тем временем футболисты Ижевского «Зенита» завершили этот игровой год. Последняя встреча прошла в Сызрань, где подопечные Игоря Меншикова уступили местной команде 0-2. И на большой перерыв команда ушла, расположившись на четвертой строчке в табле о рангах перенства ПФЛ группы «Урал-Приволжье». От лидера Саранской Мордовии ее отделяет 11 очков. От игровых видов спорта к личным. Молодые дзюдоисты выявляли сильнейших на всероссийских соревнованиях памяти Михаила Калашникова, которые прошли в столицу Ульмуртии. Как сложился этот турнир для представителей нашей сборной, мы сейчас расскажем. География нынешних соревнований широка. Спортсмены приехали от Камчатки до Севастополя, из восьми федеральных округов и трех городов федерального значения. И это несмотря на то, что в этом году, в отличие от предыдущего, соревнования носят лишь всероссийский статус. Прошлый турнир у нас проходил в рамках перенства России, где уже спортсмены отбирались на международные старты. Это был единственный год у нас, статус такой. В этом году у нас традиционно это отбор на перенства России, который у нас пройдет через три недели в Иркутске. Для удмуртской спортсменки Регины Арцебашевой в категории 78 килограммов на этом турнире была только одна соперница – Оксана Коваленко из Саратовской области. И единственный поединок, который девушки провели, остался за хозяйкой соревнований. В принципе, было не очень сложно. Я с этой девочкой уже боролась на перенстве округа и выдела так же, как и в прошлый раз на Хунцокмаке. Регина буквально две недели назад выиграла перенницу ПФО по этому же возрасту. Сейчас, я думаю, что больше это тренировочное мероприятие для нее. Но главное – это турнир в Иркутске. Туда надо подходить в максимально хорошей форме. Представители сборной Удмурти на этом турнире завоевали три награды. Еще одна золотая медаль на счету Марата Атрахманова. Бронзовая у Анастасии Крумер. Бронзовая у Анастасии Крумер. На сегодня это все. До встречи в эфире.